Здравствуйте, друзья! Как всегда, по пятницам мы знакомим вас с женщинами, которые нашли себя и не просто состоялись как профессионалы, как интересные люди, как личности реализовались в деле, но еще и как-то при этом удается им оставаться и женщинами, и мамами, и женами, и в общем делать этот мир лучше. У нас в гостях партнер кадрового агентства «Корнерстоун», директор департамента финанса и аудит Виктория Филиппова. Здравствуйте, Виктория! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о своем деле, об агентстве и, собственно, в чем заключается ваша функция как директора департамента финанса и аудит. Очень ответственно. Я когда сюда шла, не знала, как будет называться передача точно, и поэтому очень ответственно, как громко это звучит. «Корнерстоун» — старейшее российское кадровое агентство, рекрутинговое агентство, ему уже более 20 лет, и я в компании очень давно, в этом году будет 12 лет. Как говорит один мой коллега, мы выполняем очень важную социальную роль. Мы причастны к крупным стройкам века, что называется. То есть когда что-то где-то открывается, запускается, туда нужны лучшие люди, авангард. Самые умные, самые целеустремленные, самые опытные. И вот мы ищем таких людей, ищем таланты, помогаем им встретить своего работодателя. Друг друга. Но именно в сфере строительства и директора? Нет, строительство — это в таком крупном, укрупненном смысле. Любые сферы экономики. У «Корнерстоун» все специализации, которые только можно представить. Это и промышленность, и товарно-народное употребление, и розничная торговля, всякие разные направления. Мне кажется, тогда действительно можно сказать, что у вас ответственная и очень нужная миссия, потому что вы не только помогаете профессионалам встречаться, но, наверное, с вашей помощью как раз формируется вот этот какой-то средний класс в стране, да, как бы вы его концентрируете и поддерживаете тем, что помогаете ему тоже состояться. Да, мы именно помогаем. Нельзя сказать, что мы его создаем, но мы помогаем с платформой, где бы могли встретиться эти люди. А вы, наверное, когда приходили на работу в «Корнерстоун», тоже оказались, как сказать, в списке хэдхантеров? Интересно же, то есть ты приходишь в кадровое агентство, но изначально ты тоже проходишь этот кадровый фильтр. Да, вы зрите в корень, потому что я пришла как кандидат, не рассматривая для себя хантинг как профессию. Я работала до этого в банках 8 лет и пришла поменять работу. Спустя несколько собеседований стало понятно, что вот можно таким образом кардинально изменить свою судьбу. Я это сделала и ни секунды не жалела. Но в любом случае же, поскольку вы возглавляете департамент финансов и аудита, так или иначе, ваш банковский опыт вам здесь помогает и поддерживает? Разумеется, в «Корнерстоун» вообще принята такая специализация. Наши партнеры, они обладают ключевым опытом и экспертизой в той индустрии, которую они возглавляют. Я говорю с кандидатами на одном языке, я говорю с клиентами на одном языке, с заказчиками, работодателями. И мои сотрудники тоже. Я шла на радиостанции, проходила Плехановскую академию, которую я закончила 20 лет назад. Было очень приятно ее увидеть, потому что последний раз я ее увидела 10 лет назад на столетии академии. Некоторые мои сотрудники также выпускники этой академии, финансовой академии и других финансовых вузов. Мне кажется, что у Плешки, извините, мне такое фамилиарное обращение, но очень действительно сильная такая клубная составляющая выпускники, как и у Бауманки, например. Мне кажется, в меньшей степени, я закончила журфак МГУ, и вроде бы мы все периодически собираемся, где-то встречаемся, но нету такого ощущения, что это какая-то живая общность людей. А вот мне кажется, что выпускники Плехановского держатся друг за друга и ответственно подходят к каким-то встречам, наверное, помогают, как-то поддерживают. Вы же встречаетесь в бизнесе со своими однокашниками? Да, бывает такое, но, наверное, это случилось уже позже. Повезло больше тем, кто закончил Плешку в 2000-х годах. Там уже действительно сформировалось какое-то профессиональное сообщество, и рынок работодателей уже был такой очень солидный, серьезный, структурированный. Когда я закончила, это был 1994 год, рынок абсолютно непонятный, непонятно куда идти. Это был первый или второй год, когда нас выпустили в никуда, без всякого распределения, без всякой идеи, куда мы можем себя применить. И мы потерялись. Хорошо, мне повезло. Я практически сразу на следующий месяц вышла в банк. Знаю еще об успехах двух-трех моих однокурсников, а все остальные просто потерялись. Я как хедхантер не могу их найти, их контактов не могу найти, потому что просто люди, видимо, либо куда-нибудь в глубинку уехали, либо вообще ушли из профессии. Непонятно, чем занимаются. Или уехали за границу. Да, да. А почему вам все-таки повезло, как вы думаете? Чем вы отличались от них тогда в 1994 году? Вы знаете, не буду лукавить, вряд ли это мои заслуги, потому что я еще тогда не обладала ни целеустремленностью, ни даже каким-то элементарным пониманием, чем я хочу заниматься. Время было трудное, нужно было помогать родителям, нужно было зарабатывать деньги, и я ухватилась за первое предложение, которое поступило. Но в академию вы пошли по родительскому желанию, или вам само хотелось этим всем хозяйством заниматься? Родители очень удивились, когда я сделала такой выбор, потому что и конкурс был очень высокий, никаких, никакого блата и каких-то подобных вещей у меня не было. Вы, наверное, хорошо учились в школе. Медалисткой не была, хорошисткой, но тем не менее поступила сама на дневное отделение, закончила. И как-то, видимо, везло. Я думаю, что из Корнерстон мне тоже повезло. А родители как видели ваше будущее? Они кем и хотели, чтобы вы ставили? Они мне доверяли, они за меня все время переживали. Главное, чтобы я была счастлива, чтобы у меня все получалось, никто меня не обижал. И поэтому, если я так делала, сделала такой выбор, они только тихо переживали. Но вот в 1994 году, действительно, я закончила в 1996, в принципе, ситуация была не сильно отличная, учитывая то, что мы изучали рекламу, экономическую журналистику, этим тоже непонятно было, где, как и с кем заниматься. То есть, в принципе, эта индустрия сформировалась тоже, скорее, в 2000-е годы. И понятно, что большая часть моих коллег куда-то совершенно в другие сферы окунулась в деятельности. Как вы нашлись в банке все-таки? И с чего вы начали там работать? За 8 лет работы в банке я позанималась практически всем, что там можно, чем можно заниматься. Это было объявление в газете или через знакомых? Нет, нет, да, это кто-то предложил, кто-то из знакомых предложил попробоваться. Сначала это был просто доп. офис одного из банков, потом это был центральный офис. Я там росла, меня учили, постоянно чему-то учили, надо отдать должное банку. А интересно было работать в этой сфере, в принципе? Знаете, это не моя работа. Можешь сделать вывод, можешь оценить только спустя, по прошествии какого-то времени и с чем-то сравнивая. Сравнивая с работой в кадровом агентстве, я понимаю, что это две большие разницы. Работа в банке, она интересна и, наверное, для кого-то по складу характера, по какому-то психологическому, что ли, складу подходит. Я отбывала там рабочий день, что называется. А было скучно? Она носила рутинный характер, повторяющиеся операции, все, что касается ценных бумаг, вкладов, каких-то внутренних операций банка. То есть с людьми вы общались по минимуму? Был период, когда это было общение с юридическими лицами, был такой период. Это был самый интересный период работы в банке. И он, наверное, мне помог потом работать в «Корнерстон», потому что первое, с чего нужно было начинать, нужно было искать людей. А где мне их искать, если бы не было такого опыта в банке, когда я общалась с юридическими лицами, с первыми лицами этих компаний. Соответственно, первые, к кому я пошла, пополняя свою базу данных, создавая ее с нуля, это были первые лица компании, с кем я общалась в банке. А на каком году работы в банке вам доверили общение с первыми лицами компании? Наверное, это уже было после пяти лет работы. То есть, в принципе, вы уже чувствовали себя достаточно уверенно, и никто из них не смотрел на вас, как на милую девочку, которая непонятно, что здесь делает за этим столом, в этом кабинете? Да, наверное, и сразу бы не смотрели, потому что все-таки профессия или должность обязывает. Если они приходят, они доверяют как эксперту. Ну, на самом деле, наши гости рассказывали и совершенно другие ситуации. Продолжим общение с Викторией Филипповой после новостей. Оставайтесь в доле. Новость. У нас сегодня в доле женщина, которая в 2012 году вошла в топ-50 рейтинга лучших хэдхантеров России по версии делового журнала «Профиль Ассоциации по подбору персонала». А в 2004 году, согласно рейтингу Ассоциации менеджеров России, была в десятке наиболее профессиональных консультантов в области экзекьютив-сёч в России. Виктория Филиппова, партнер кадрового агентства «Корнерстоун», директор департамента финанса и аудит. Вы говорите о том, что после пяти лет работы в банке вы уже общались с самым высоким клиентским начальством. Но многие наши героини рассказывали о том, что приходилось каким-то образом всё-таки обозначать свою значимость, свою должность, свои границы. Особенно если ты хорошенькая, если ты блондинка, если ты всё равно юна, вам всё равно не было ещё 30-ти. Но вам не пришлось каким-то образом отстаивать, скажем так, погашать свою женскую привлекательность и, может быть, какой-то скепсис именно относительно ваших качеств как девушки в глазах клиентов и доказывать свою состоятельность как профессионала? Вы знаете, это всё было как в прошлой жизни. Этот банковский опыт — это самое начало трудового пути. Конечно, он очень многое дал, но я уже почти всё забыла, если честно. Помню, какие-то клиенты пытались сделать подарки, но мы никогда не принимали. Кроме цветов ничего нельзя было принимать. Цветы тут же ставились в вазу и украшали офис. Всё остальное возвращалось к клиентам. Знаете, хочу интересную историю рассказать, чем отличалось общение в банке с этими топовыми людьми и общение в рамках уже «Корнерстоуна». Это такой очень показательный пример. Финансовый директор, иностранец нашего банка был для меня какой-то заоблачной величиной. Я с ним никогда лично не встречалась. Он для меня был только подписью на ответственные документы. Волшебник страны ОЗ, да? Все его боятся, но никто не видел. Его красивое иностранное имя было только подписью. Когда я пришла работать в «Корнерстоун», буквально от работы в полгода, не больше, он приходит ко мне на интервью. Как что? Серьёзно? Как кандидат, да. Ничего себе. Не знаю, встретилась бы я когда-нибудь с ним работая, оставшись работать в банке. Я уже тогда возглавляла отдел, и карьера у меня там хорошо складывалась. Но всё равно это невероятно было бы, что когда-нибудь я буду с ним вот так вот запросто говорить о его семье, о его увлечениях, о том, как он любит отдыхать. А он явно хотел понравиться. Он хотел произвести впечатление на Хатханда. А он вообще был в курсе, что вы это вы? Нет. Что вы как-то не так давно были его подчинены? Нет, нет. Потому что я для него была человеком из списочной численности банка. Трясающе. Поэтому просто в фамилии штатного списания. А здесь вы стали для него объектом всё-таки какого-то личного интереса. Да, да. Человеком. Да, для того, чтобы он получил интересующую работу, он должен был сначала... Вас обаять. ...произвести впечатление на меня. Да. Вот это вот очень яркий показательный пример о том, как меняется сразу круг общения, уровень общения, ответственное за это общение. Потому что вот Хатхантер, он не должен пользоваться своим положением. Часто бывает, что консультант впадает вот в эту крайность оценочности. Да, начинает оценивать человека с точки зрения своих каких-то симпатий, антипатий, своей системы ценностей. А задача-то Хатхантера состоит в том, чтобы оценить человека с точки зрения ценности компании, заказчика. И это иногда входит в противоречие, да? Бывает. Бывает, что человек вызывает какое-то личное, очень яркое чувство о симпатию или антипатию. Но нужно уметь от этого абстрагироваться и руководствоваться исключительно заявкой работодателя. Вы, несмотря на то, что вы говорите о работе в банке как не самая яркая, интересная страница вашей жизни, 8 лет вы все-таки ей отдали. И, наверное, все равно было не так просто решиться резко поменять и род деятельности, и вообще место работы, и весь образ жизни. Как вы на это решились? Да, наверное, мне помог декретный отпуск. Перезагрузка. Перезагрузка, перезагрузка. Я ушла в декрет, родила сына, и задумалась о том, хочу ли я возвращаться в банк. Потому что мне казалось, что я сделала уже все, что только можно, перепробовала разные специальности, поняла, почувствовала границы карьерного роста. И от чего особо не получила удовольствие. Да, у меня было ощущение, что жизнь проходит мимо. Вот в этом смысле моему младшему сыну везет в гораздо большей степени. Потому что, хотя я с ним очень мало провожу времени, и декретного отпуска у меня не было вообще, но я живу с ощущением, что жизнь удалась. И все свободное время я общаюсь с ним, я отдаю ему, и он не чувствует, что мои мысли где-то, что я что-то ищу для себя, что я чем-то недовольна. Озабочена. Озабочена, да. А вот старшему сыну в этом смысле, может быть, повезло чуть меньше, несмотря на то, что я с ним два года провела в декретном отпуске, полностью посвящаемое свое время. Но мысли мои были где-то там, где свершаются поступки, где женщина строит карьеру, мои подруги достигали каких-то высот. И все свободное время укладываю ребенка спать, бегу в интернет, ищу работу. Даже так? Да. Смотрю, что происходит. Смотрю, какие открываются другие банки. Выходят иностранные банки на российский рынок. Что происходит вообще в других смежных областях, потому что у меня была мысль и идея, может быть, поменять работу и уйти в реальный сектор из банков. Рекрутинг тогда я еще не рассматривала. Я искала себя. А как возник рекрутинг? Я пришла в компанию как кандидат. И компания, и консультант, который меня интервьюировал, и офис компании, и генеральный директор произвели на меня очень яркое впечатление. Мне показалась такая атмосфера творчества, атмосфера дружелюбия и возможностей. Это практически физически ощущалась атмосфера возможностей, что границ не существует. Весь мир перед тобой. Тебе даются ресурсы, и то, как ты ими воспользуешься, в конечном итоге приведет тебя к цели. Я ухватилась. Я сама звонила в это агентство. То есть вы сказали, я хочу в вас работать. Первое предложение поступило от компании. Это было как некое предположение, потому что они тоже выбирали. Они искали человека на финансовую практику. И не хотите ли попробовать? Это звучало примерно так. А потом уже инициатива ушла от меня. Я звонила, спрашивала, когда следующий раунд, как мне лучше подготовиться. И прошло, наверное, около трех месяцев. Это были самые нервные три месяца в моей жизни, потому что я очень хотела туда прийти. Сколько интервью за три месяца вы дали? Достаточно много. С генеральным директором я встречалась один раз всего. Все интервью были с командой. Потому что это очень важно, как ты вольешься в команду. Агентство тогда было очень маленькое. Мы все сидели в одной комнате, мы все общались друг с другом. Сейчас агентство уже 120 человек. Мы занимаем четыре этажа бизнес-центра. Ну, и при вас же, по-моему, в пять раз расширилась агентство. Да, да, да. Я пришла, была одна. Сейчас у меня команда 12 человек. Пришлось ли вам осваивать какие-то новые знания и навыки или переучиваться после старых для того, чтобы быть эффективным сотрудником кадрового агентства? Разумеется, учиться приходится всегда. Жизненный опыт, как таковой, он тоже приобретается. Он очень помогает в этой профессии. Потому что ты уже не так строго относишься к людям. Ты уже очень многое понимаешь вообще о том, что происходит в жизни. И какие мотивы могут стоять за теми или иными поступками. Уже мудрее. Поэтому учиться приходится каким-то инструментом хантинга, инструментом непосредственно нашей работы. А все, что касается таких вещей, как персональная оценка, как умение общаться, слушать, умение соединить, состыковать, объяснить клиенту, что тот или иной человек подойдет или не подойдет. Это идет просто от жизненного опыта уже. Но все равно же никто не отменял психологию, никто не отменял, как вы говорили, личное отношение. Тяжело, наверное, перебороть симпатию или антипатию, если приходит человек, который... Ты знаешь, что он безусловный профессионал, но он тебя раздражает. Он просто противный какой-то вообще человек. И ты понимаешь, что, может быть, даже он тот, кто и нужен компании, но так не хочет с ним общаться. Бывает же такое? Бывает. Я думаю, что любой консультант сталкивался с дилеммой. Часто мы встречаем кандидатов, которые очень хорошо подготовлены к прохождению интервью. От зубов отскакивают. Да, это практически уже профессиональный навык. Он отработанный. И надо уметь увидеть за этим его личные качества, его профессиональные качества, масштаб личности. Иногда вот это вводит в заблуждение, вот эта натренированность его вводит в заблуждение. Кажется, какой блестящий кандидат. Но надо уметь разглядеть суть. То же самое, если приходит человек, который не умеет проходить интервью. Он не так себя ведёт, он не так выглядит. Он не так отвечает на вопросы. Но опытный рекрутер умеет разглядеть за всем этим, за этой упаковкой неказистой. Уметь разглядеть кандидата, профессионала. Виктория Филиппова, партнёр кадрового агентства «Корнерстоун». Сегодня с нами в доле. Мы вернёмся через пару минут. С нами в доле партнёр кадрового агентства «Корнерстоун», директор департамента финанса и аудита Виктория Филиппова. Вообще, конечно, это такая большая-большая задача, мне кажется, и такой парадокс, когда тебе нужно находиться всё время в каких-то двух параллельных вселенных. И на стороне партнёра твоего, того, кто ищет, на стороне заказчика, того, кто ищет профессионала, на стороне профессионала, который хочет максимально предложить себе свои знания и умения, да, и как вам удаётся лавировать между этой целой харибдой? Ведь это зачастую противоположные ценности, ожидания и задачи. Да, вы правы. И, конечно, мы отталкиваемся от требований, от заявки работодателя. Тот, кто нам платит, разумеется, тот и музыку заказывает. Но мы не можем относиться очень поверхностно и потребительски к кандидатам, потому что кандидат может стать тем же самым нашим заказчиком. Да, работодателем. Работодателем. Такое было не раз. Или он может порекомендовать в следующий раз нам кого-то очень ценного для нашего проекта. Поэтому даже если мы ничем не можем ему помочь, такие случаи бывают. Ну вот кандидат непродаваемый, вот такое вот слово. Сам он может быть устроиться, но через агентство, скорее всего, не сможет. Почему? Интересно. Ну, чаще всего дело именно или в упаковке, как в его умении самопрезентоваться. То есть слишком звездно? Нет-нет-нет, наоборот. Очень хороший набор профессиональных качеств, компетенций. Ну, или не умеет проходить интервью, или чисто внешне. Вот бывает, все равно какая-то химия должна возникать. Все равно каждый работодатель хочет видеть какое-то плюс-минус приятное лицо в своей компании. Или чаще всего это все-таки бывает связано с неструктурированностью опыта. Там немного поработал, здесь немного поработал. Не всегда это связано с его каким-то вот таким... С нестабильностью, да. А бывает, что просто не везло человеку. Или закрывались компании, или менялись собственники, или еще что-то. И часто вот на кандидате уже ставится крест, потому что от агентства хотят видеть всегда самых лучших, с самым хорошим стабильным опытом, с самой презентацией. И еще и по умеренной цене. Но ведь бывает действительно, что презентация превосходит реальность, да, что за этим фасадом может скрываться не столь лишь профессиональный человек. Мы вообще живем в эпоху дилетантов, да, и очень часто от того, насколько у тебя нафуфыренный хвост, зависит степень твоей там реализованности. А подлинные профессионалы сидят себе где-то в уголке скромненько и получают три копейки. Да, вы правы. Одна из наших компаний-заказчиков разработала собственную систему оценки, состоящую из трех параметров. Способности, талант, умение достигать цели и результата. И третье — это коммуникабельность. То есть вот из трех один, да, показатель коммуникабельности. И иногда бывает, когда чуть недостаток таланта или человек такой процессный, не нацеленный на результат, но у него зашкаливают коммуникативные способности. Компенсируют. Да, они полностью компенсируют, и он прекрасно устраивается в жизни, он делает работу руками других, он растет по служебной лестнице, не представляя вот как профессионал большой ценности, как коммуникатор. Поэтому вы правы в том, что иногда профессиональный человек, не обладающий этими коммуникативными способностями, часто остается где-то на вторых ролях. А бывает такое, что вы, ну, я не знаю, как-то вот помогаете, что ли, этим людям сдвинуться в правильную сторону, да? Ну вот приходит к тебе профессиональный, действительно классный мастер своего дела, ты видишь, что ему чуть-чуть не хватает для того, чтобы выстрелить. Есть у вас такой люфт, я не знаю, такие полномочия, или, может быть, просто такое желание, да, как-то человеку подсказать, или на это нет времени и сил? Есть. Есть такое желание, оно очень часто как-то одерживает верх над желанием просто быстро закрыть проект, отобрать нужных, всех неподходящих. В общем, отправить по домам. Получается, мы делаем это, с одной стороны, для человека, но с другой стороны, мы это делаем для себя, потому что мы оттачиваем свои собственные навыки и компетенции. Если мы можем человека, у которого есть талант, задатки, способности, можем затюнинговать до уровня звезды, просто помочь ему составить грамотное резюме, подготовить самопрезентацию, сделать правильные акценты в своем опыте. Потому что иногда человек просто не может выгодно преподнести то, что у него уже и так есть. И потом, работа бывает разная, к разным, даже одна и та же специальность, но в разных компаниях, она имеет разную важность, да? Даже не разную важность, а акценты, акценты разные. Поэтому, садясь с таким кандидатом обсуждать разные позиции, говорим, вот для этой работы в вашем опыте наиболее важны первый, второй, третий, четвертый пункт, вот для этой работы, пятый, шестой, седьмой и так далее. То есть мы помогаем человеку перекинуть мостики между его опытом и теми требованиями, которые есть в компании. Ну, вот то, о чем вы рассказываете, звучит очень человечно, потому что как-то обычно представляешь себе, что такое могучее кадровое агентство, хэдхантерское, это все-таки такой зренный оскал капитализма, да, холодные профессионалы, которые вот соединяют пункт А и пункт Б максимально эффективным и быстрым способом и не слишком погружаются в личные истории и там, ну, не слишком сами сопереживают происходящему. Почему вы готовы действительно тратить свои эмоции? Это что, это какая-то новая бизнес, не знаю, как сказать, новая бизнес-эра, когда уже все-таки вот просто чисто эффективно работать мало, нужно еще в это вовлекаться душой? Я повторюсь, что, наверное, мы все-таки извлекаем пользу и для себя, потому что мы, с одной стороны, оттачиваем свой собственный опыт, потому что легко продавать людей звездных, у которых и так все хорошо, и навыки профессиональные, и самопрезентации на самом высоком уровне. А вот продать человека, трудоустроить человека, продать – это такой наш внутренний сленговый слов. Да, главное, чтобы там наших радиослушателей тоже не коробило. Помочь найти применение. Человек, у которого все есть, все задатки есть, но нет способностей это донести. Вот здесь это высший пилотаж консультанта. С одной стороны, подготовить почву в компании так, чтобы не оценивали чисто внешне, так, чтобы не оценивали очень поверхностно. С другой стороны, поработать с кандидатом. И, как я уже сказала, кандидаты – это наши же потенциальные клиенты, заказчики. Даже если мы не смогли трудоустроить человека, найти ему интересную работу, но то, как мы с ним пообщались, то, как мы ему помогли сориентироваться на рынке труда, как мы помогли ему вообще поверить в себя, он это запомнит. Это, как говорят на Украине, «кинь за себя, будем знайдыш», делай добро и пожинай плоды, не оглядываясь. Да, я это говорю не просто теоретически. Вот 12 лет моего опыта в Корнерстоун об этом сами за себя говорят, потому что я общаюсь сейчас с клиентами, с заказчиками, которых 10 лет назад когда-то я устраивала как кандидатов. Мы с ними дружим, мы поддерживаем отношения, я слежу за их карьерой, и они до сих пор помнят, как тогда я… Своё первое собеседование. Ну, оно, может быть, было не первое, но оно отличалось от собеседований в других компаниях. Вы говорите о том, что очень важной составляющей вашего профессионального инструмента является жизненный опыт и знание различных ситуаций. А интуиция женская помогает вам в работе? Очень. Сколько раз было, когда я сама себе говорила, ну, это показалось, это, наверное, не так, он совсем другой этот человек. Вот первое впечатление, первые несколько секунд общения с человеком. Ну, так как вот человек всё-таки мимикрирует, старается подстроиться, иногда на второй, на третьей минуте общения уже не веришь своему первому впечатлению, а оно всё-таки оказывается верным. Сколько раз такое было, что человек просто потом под меня подстроился и социально какие-то желаемые ответы начал давать, а всё-таки я была права, и, в общем, он не тот, за кого себя выдавал. Слушайте, а ведь существует целая система разнообразных вот сигналов, именно каких-то невербальных для того, чтобы расположить к себе человека, да, там, не знаю, не смотрите в глаза, смотрите на левую мочку уха, там, я не знаю, повторяйте и жесты, и мимику вашего собеседника, бла-бла-бла. Вы знаете всю эту науку? Вы можете понять, когда вас там, я не знаю, когда на вас оттачивают какой-нибудь НЛП или человек пытается вас каким-то образом заманить в свои сети путём вот этих психологических штучек? Ну, если мы это знаем, то и люди это знают. Сейчас очень много всяких всевозможных тренингов и книг, и отточить эти навыки проведения интервью, да, абсолютно несложно. Ну, а как тогда не стать жертвой? Если они не гармоничны, они считываются. Если они просто натренированы, натасканы, они несколько всё-таки носят такой механический характер. И на уровне вот интуиции просто чувствования, понимая, что, наверное, под человек какой-то другой смысл несёт или пытается выдать себя за кого-то. Ну, мы никогда не руководствуемся только какой-то одной системой оценки. То есть это и тестирование? Да, да, да. Часто бывает, что приглашаем коллегу составить его мнение, какое-то такое перекрёстное собеседование проводим, если есть сомнения. Чем важнее и сложнее позиция, чем сложнее запрос, тем больше, конечно, мы усилий тратим на то, чтобы раскусить человека. Вы ведь учились ещё в Соединённых Штатах Америки, правильно? Это был курс, да, финансового менеджмента. В Мэриленде. Это было связано ещё с банковской деятельностью. Это сразу после института, это обмен. Вы сколько там провели год? Один год. Интересно было в Америке? Ну, это, вы сами представьте, какие-то годы, 93-й год, это абсолютно другой мир. Я помню, как меня ещё в комитете комсомола, мне давали какие-то вводные. ЦУ? ЦУ, да, что ни с кем не общайся, туда не ходи. Это просто как действительно из другой жизни. Ну, самое запоминающееся, это был формат общения в студенчестве и с преподавателями, и со студентами. Неформальный. Абсолютная открытость, да. Часто мы просто семинары проводили на лужайке, садясь на траву и обсуждая, вот не в аудитории с книгами, не конспектами, а именно просто в свободном обсуждении. Это было интересно. Я всё время готовила, сделала записи, но в какой-то момент поняла, что это совсем не нужно. Чем непринуждённее, чем свободнее ты высказываешь своё мнение, тем это лучше. Вам удалось вот эти навыки, полученные там, какой-то немножко другой жизни сохранить в себе и потом перенести в российскую действительность? Наверное, самый такой важный урок той поездки было то, что жизнь, она неоднозначна, неодинакова, она такая объёмная. И то, что мы видим, училась в Плешке, мне всё безумно нравилось, всё было интересно. Училась в Мэриленде, тоже всё очень нравилось, но там было по-другому, всё по-другому. И надо уметь и там, и там получать удовольствие. Продолжим после новостей. Сегодня с нами в доле партнёр кадрового агентства Cornerstone, директор дебатамента финанса и аудит Виктория Филиппова. Я пожадничала и чуть не забыла рассказать нашим слушателям, что можно с нами общаться. 65 10 99 6 наш московский телефон или заходите на страничку программы в доле на сайте финам.фм. Наверняка к такому специалисту в области хэдхатинга у вас возникнет масса вопросов. А вам приходится общаться с коллегами из западных хэдхатинговых рекрутерских компаний? Да, конечно. Существуют и какие-то профессиональные конференции, и круглые столы, всевозможные мероприятия, отрасли. То есть сообщество держится друг к дружке. Просто интересно, есть ли в российском рекрутинговом деле свои особенности? Наверняка ведь они чем-то мы отличаемся от западных схем. Наверное, отличия носят такой локальный характер, скажем, не относящийся к непосредственно такой бизнес-функции. Бизнес-функция общая, единая, заработать денег на процессе трудоустройства кандидата. То, как это обставлено в российских компаниях, в российских агентствах и в иностранных агентствах, может немного отличаться процедурными моментами, количеством сотрудников, бизнес-процессами и так далее, внутренней кухней, так скажем. Но все равно этот бизнес, он уже достаточно структурирован. Ему 20 лет в России, мы пионеры этого бизнеса. Мы взяли все лучшие практики западных компаний, мы постоянно учимся, мы постоянно приглашаем к себе коллег из иностранных компаний для знакомства, потенциальной проверки на пригодность в нашей корпоративной культуре. И я думаю, что им тоже есть чему у нас поучиться. Нашей гибкости, нашей вот именно человечности. Вы правильно сказали, я, наверное, бы на это слово не решилась, потому что мы все-таки не благотворительная организация. Конечно. Потому что западные компании, они более четко нацелены на финансовый результат. И не такие гибкие в отношении с клиентом. Есть корпоративные политики, стандарты, спущенные с запада, с материнской компанией. Мы в данном смысле, используя все то лучшее, что принесли эти компании 20 лет назад в Россию, мы хорошо чувствуем российскую специфику, ментальность российских компаний. То, что очень многое зависит в менеджменте именно от персоналей. Но есть какие-нибудь, я не знаю, какое-нибудь правило Библии рекрутера западного, которое неприменимо в России, не может здесь прижиться? Есть же какие-то совершенно удивительные специфические вещи. Вспомним Охлобыстина в роли директора Евросети. После определенных его высказываний какая-то часть бизнеса общества возмутилась и сказала, да вообще поганой метлой. А кто-то наоборот сказал, вот этот человек транслирует наши корпоративные ценности, мы хотим, чтобы он работал с нами. Мне кажется, на Западе вряд ли возможны такие резкие эмоциональные выражения относительно кандидатуры и вообще, мне кажется, бизнес не слишком транслирует свои, не бизнес мысли и ценности в общество. На Западе сейчас уже очень много всяких ограничений относительно того, что можно вообще указывать в объявлениях о поиске персонала, пол, возраст, национальность, какие-то там религиозные воззрения и так далее. То есть максимальная толерантность. Да, и политкорректность. Да, политкорректность. Резюме выглядит таким образом. Просто перечисление опыта, даже невозможно понять, сколько человеку лет. Не указывается на... Это тоже неприличный вопрос. Да, не вычислишь даже по резюме иногда, потому что не всегда излагается полное резюме с датами, а обрезается где-то там на последних 15 годах. Поэтому невозможно понять, в 60 ему или 35. У нас еще вот все это возможно, хотя уже тоже постепенно принимаются законы соответствующие, ограничивающие законы об использовании персональных данных и прочее. Но еще очень многое все равно зависит от того, как мы сможем эту информацию кандидата получить, договорившись с ним об использовании. И сами кандидаты понимают, что, наверное, не стоит скрывать, не стоит за этой политкорректностью прятаться. Иногда ему выгодно, чтобы его молодость или, наоборот, его зрелость и опыт были донесены до работодателя и сами обозначают и просят это обозначать. Принципиально отличается только, наверное, этим. Способностью к раскрытию информации. Ну, то есть мы более прозрачные, получается, пока. Да, более понятные для клиентов, для заказчиков. Больше информации им предоставляем и можем больше, наверное, информации, больше характеристик кандидата сообщить. Думаю, что в западных странах более осторожны в этих характеристиках. Формулировка. Да, более осторожны. Я думаю, что часто консультант опасается навлечь на себя недовольство или кандидата, или проверяющих каких-то органов. Что-нибудь не то скажешь и в суд подадутся. Да, запросто. Все-таки вот за 12 лет с момента вашего прихода в компанию, хотя, повторюсь, уже через два года после того, как вы пришли, вы вошли в десятку наиболее профессиональных консультантов в области экзекции в СЕЧ. Все-таки вот за эти 12 лет ваш департамент был расширен более чем в пять раз, и количество проектов более чем в 10 раз увеличилось. И в этом, безусловно, я вижу вашу прямую заслугу. Что, вот как вы думаете, какие ваши качества как бизнес-человека позволили вам настолько сильно продвинуть свою собственную компанию? Сложно о себе говорить. Наверное, я все-таки очень много работаю и всегда много работала. Помню на заре работы в Cornerstone, тогда еще компания называлась Penny Lane, в 2006 году она стала называться Cornerstone. Я была одна в компании на финансовых позициях, и просто не на кого было переложить часть своих обязанностей. Я работала до 11 вечера, приходила по субботам, назначала интервью с кандидатами где-то там в кафе у дома, потому что мне нужно было нарабатывать базу данных и кандидатов, и завоевывать у клиента авторитет. И когда пошли первые плейсменты, мы это так называем, когда случилась трудоустройство, случилась встреча кандидата с клиентом, это было самой лучшей наградой, это смотивировало на дальнейшую работу. И, наверное, я смогла расслабиться только тогда, когда все заработало как часы, когда была найдена команда, обучена команда, когда было много проектов в портфеле. Сколько лет прошло? Где-то вот как раз два года, наверное, прошло до 2004 года, когда я смогла уже пригласить команду, и тогда я смогла немного выдохнуть, и уже заняться такой методологической работой, клиентской работой. Стала выступать на конференциях, писать статьи. До этого это была тяжелая консультантская работа. Консультант в полях, что называется. Вы сказали в самом начале нашей беседы о том, что вы живете с перманентным ощущением того, что жизнь удалась. Это только потому, что вы занимаетесь любимым делом, или есть еще какие-то аспекты вашего бытия, которые позволяют вам таким образом себя чувствовать? Не знаю, кто сказал, но мне нравится это выражение, что счастье — это когда идешь домой с удовольствием, идешь на работу с удовольствием. Это вот сто процентов про меня. Вечером в припрыжку несусь домой, потому что у меня двое сыновей, малышу всего два года, и это невероятное счастье с ним проводить время. И точно так же с огромной радостью иду утром в офис, иду, настраиваюсь, планирую встречи, уже что-то у меня, мысль работает. И вот постоянно это ощущение того, что у меня есть на работе, я думаю о том, что у меня есть дом. Если даже что-то случается неприятное, сложное, требующее больших таких эмоциональных затрат, я знаю, что я подзаряжусь дома. В тылу. В тылу, да. Меня пригреют, приласкают, в общем, жизнь наладится. И то же самое, если я устану после бессонных ночей, после детских болезней. Я знаю, что на работе я смогу выдохнуть, переключиться и восстановиться. И всем задать. Виктория Филипова, партнер кадрового агентства «Корнер Стоун», директора департамента финанса и аудит, была сегодня с нами в доле. Всем хорошего дня.